И это то, что происходит? То есть имеется ДНК вымершего животного, и Ормус регенерирует клетки. Это то, о чем здесь идет речь? Да, это и другие вещи. Русский ученый, работавший с пирамидами, Александр Голод, он был офицером российской армии, изучал пирамиды, предполагается, для применения в военных целях. И он построил эту гигантскую пирамиду на основе фи-сечения, высокая узкая пирамида, более 40 метров в высоту, недалеко от Москвы. Для ее построения он использовал стекловолокно, дерево и клей. Если использовать металл, то можно нарушить энергетическую структуру. Пирамида – это антенна, улавливающая скалярную энергию космоса и Земли. Она передает ее в торсионные поля вокруг себя, а также создает двойную спираль, вплоть до самого верха. И вокруг этой пирамиды было замечено много интересных явлений. Пирамида построена посреди огромного поля, и через какое-то время обратили внимание на то, что никогда раньше не встречали цветов, которые стали расти в этом поле вокруг пирамиды. Пригласили ботаников, и те обнаружили, что это были виды растений, считавшиеся вымершими на Земле уже 11 миллионов лет. Сегодня у нас в гостях Кен Рола. Добро пожаловать снова на наш подкаст. Первый эпизод с ним был удален Ютьюбом, еще до премьеры. И если вы когда-либо слушали интервью с ним или его презентации, вы поймете, почему. И мы решили, что этот эпизод будет представлен на Рамбле. Но в любом случае, добро пожаловать, Кен. Над чем вы работали последнее время? Я был очень-очень загружен, но я благодарен за ваше приглашение. Вы, ребята, вселяете в меня большую надежду на будущее. Большинство старой гвардии, с кем я вырос и начинал работать, уже умерли, были убиты или ушли в отставку. Отрадно видеть, как молодое поколение подхватывает знамя и продолжает наше дело. Я высоко ценю то, что вы делаете. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Во время нашей прошлой встречи мы касались многих тем, в частности, ваших контактов с разумными существами с других планет и то, как некоторые из них помогают нашим ученым-изобретателям с разработками свободной энергии и других технологий, которые в конечном итоге были запрещены или скрыты. Мне просто любопытно, вы до сих пор поддерживаете связь с инопланетными гидами или гидами-рептилоидами, о которых вы говорили? Да, все время, но форма связи изменилась. Когда я был маленьким, а этот контакт длится всю мою жизнь, он происходил в том виде, который я воспринимал как очень яркие, красочные сновидения. Но, как я узнал позже, меня забирали на корабли или помещали в голографические вставки, инсталляции, где я получал информацию и проходил обучение в среде, которое визуально не вызывало у меня испуга. То есть, в детстве это было таким образом, и тогда я думал, что все видят такие красочные сны. Когда мне было уже за 20, я познакомился с материалами Сета, говорит Сет, ченнелинговыми материалами. Я впервые начал задумываться о том, что я тоже всегда получал знания в виде загрузки информации. И опять же, я думал, что так происходит со всеми, но когда я прочел эти книги, я начал думать, а что, если эти нетрадиционные знания поступают ко мне откуда-то еще? У меня в голове появлялась эта информация, или происходил разговор, и я начал спрашивать, кто вы, в какой-то момент, и, поверьте, это, хотя это звучит как шизофрения, эти голоса в моей голове говорили, что они инопланетяне. Я не верил сначала и думал, что это игра с самим собой, но это общение эволюционировало в определенный процесс получения такой информации, которую я не мог бы и вообразить, поскольку она не была частью моей реальности. И я начал верить, что потенциально эти голоса у меня в голове, возможно, и были инопланетными, как они и утверждали, и я говорил им, ну, если вы действительно инопланетяне, я хочу увидеть вас физически, иначе это как игра с самим собой. Несколько лет они говорили, что не могут сделать этого, что это может травмировать меня, поскольку человеческая ДНК запрограммирована, боятся их. Но я продолжал настаивать, и в конце концов встретил трех рептилоидов физически. Это было в лесу Северной Каролины, в интересном месте силы. И эта связь развивалась всю мою жизнь от вербального контакта, когда они таким образом общались со мной, привлекая мое внимание. И когда я действительно признал его реальность, им уже не приходилось убеждать меня в чем-то. Я стал получать просто больше научной информации о природе, энергии и тому подобное. И самая ценная информация была о том, как быть человеческим существом. Со мной в контакте были различные группы инопланетян, но рептилоиды, эти трое, они могли учить о том, как быть человеком, потому что все мы однажды были другими существами в других временных и пространственных реалиях. Так вот, они в других жизнях, в других реальностях были людьми, так что они понимали это со своего уровня развития. Они не были типичными драко-рептилиями, о которых мы много слышим. Они сотрудничали со многими другими инопланетными расами. Наш контакт продолжал развиваться, и в настоящее время обычно я делаю что-нибудь, сижу, занимаюсь чем-то и получаю определенную информацию, или голос начинает говорить со мной или поддразнивать меня. Иногда они подшучивают надо мной, указывая на мои слабости или недостатки. Это может происходить в любое время, но обычно перед сном я обращаюсь к своим гидам и потом просто засыпаю. И часто я разговариваю с ними, получаю информацию, визуальные образы, идеи, которые помогают мне разрабатывать технологии, помогающие людям. Да, понятно, но я уже заранее знаю, что может быть в комментариях. О, рептилоиды вступили с ним в контакт, не доверяйте ему. Я вот недавно читал, и хотя не знаю, чем это подтвердить, но говорится, что почти 95% рептилоидов вообще-то беневалентные, доброжелательные. А нам больше известно о тех 5%, которые решили установить контроль над планетой, и отсюда мы предполагаем, что они все негативно ориентированы. Но среди любых живых существ есть плохие и хорошие, такова дуальность. Важно понимать, только потому, что это рептилоиды, не значит обязательно, что они злобные и недружественные. Есть рептилоиды, которые здесь для того, чтобы помочь. И Барбара Лэм, если вы знакомы с ней, она работает с людьми, которые утверждают, что они рептилоидные генетики, и они здесь, чтобы помочь, и это очень захватывающая история. Просто вот такая заметка на полях. Да, инопланетяне говорили мне, и не только рептилоиды, я также встречал людей из ТКП и официальных космических программ, которые знают о таких существах. И это именно так. Есть большое количество различных рептилоидных рас, и даже внутри расы дракорептилий есть различные группы, как положительно, так и отрицательно ориентированные. Я также слышал, что альфа-дракорептилий, которые наиболее продвинутые среди них, были очень-очень негативными, в частности по отношению к людям, но они эволюционировали в более положительную сторону. То есть нельзя однозначно сказать, что все рептилоиды плохи, точно так же, как этого нельзя сказать о людях. Если посмотреть на то, что мы как раса творим с нашей планетой, и как обращаемся друг с другом, можно легко прийти к выводу, что люди воинственные и подлинное олицетворение зла. Но мы же знаем, что это не так. На Земле много разных людей, совершающих различные действия, и, как правило, это всегда очень небольшая группа тех, кто манипулирует другими и создает проблемы. То же самое повсюду. Все эти различные расы – часть полярности, фундаментальной структуры космоса. Точно, подмечено. Я рад, что вы сказали это. И вы упомянули, что общались с людьми из космических программ, а также имеете постоянный контакт со своими гидами. Ормус и моноатомное золото – это темы, которые вы часто освещаете. Мне бы хотелось узнать, как это связано с технологиями свободной энергии, поскольку я думаю, что такая связь существует. Ведь не случайно золото всегда играло заметную роль в нашей истории. Возможно, вы можете пролить больше света на этот вопрос для нас. Одно из первых, чему меня начали обучать мои рептилоиды, это то, что они называют золотом. Они потратили на это полтора года. Они не говорили «моноатомное золото», а просто «золото». Они делились со мной множеством образов, картинок, идеями и информацией. Они говорили, что инопланетяне использовали золото для межпространственных путешествий и путешествий во времени, поскольку оно остается неизменным в различных измерениях или частотах. К примеру, инопланетный корабль зачастую бывает покрыт слоем одноатомного, а иногда обычного золота. В одноатомной форме золото становится сверхпроводником и обладает необычными физическими свойствами. Оно многомерно. Все, что одноатомное, это не привычная нам материя, а многомерное, частично существующее в нашем физическом 3D-пространстве и времени, но одновременно сосуществующее в других измерениях и частотах. Она в состоянии связывать другие измерения, другие фазы реальности с нашей и, как следствие, используется для межзвездных путешествий, коммуникаций или в двигательных установках. Итак, они обучали меня этому и хотели, чтобы я запомнил, что инопланетяне использовали золото для межпространственных и межвременных путешествий, ну и для других вещей в лечебных целях, продления жизни вплоть до тысячи и более лет, поскольку это золото в высшей степени регенеративно. Когда вы в правильном виде усваиваете моноатомное золото, оно, обладая суперпроводимостью, подключается и активирует ДНК, которая сама по себе сверхпроводящая фрактальная антенна. Интересно и то, что когда я встретил рептилоидов в их физической форме, они предупредили меня о двух вещах. Обратите внимание, это было в 1995-м. Они говорили мне никогда не делать прививок и предупреждали насчет искусственного интеллекта. Они говорили, что почти все инопланетные расы на своих планетах отказались от ИИ, за исключением тех, кто находится под его контролем, и запретили его, потому что во всех случаях этот супер-ИИ захватывает контроль и губит цивилизацию. Есть расы, которые опережают нас в развитии на миллионы и миллиарды лет, такие, кто уже не имеет физической формы, бестелесные, и мы не в состоянии понять их реальность. И как мне говорили эти рептилоиды, наша концепция времени – это просто общепринятые местные обычаи. И частично это потому, что мы физические существа в этой так называемой матрице. Но в то же время гравитация также участвует в создании времени, а гравитация на разных планетах разная, в зависимости от размера планеты и внешних воздействий. На разных планетах время течет по-разному, и живые организмы воспринимают время по-разному. И когда ты – существо, действующее за пределами третьего измерения, на более высоких частотных планах бытия, они не воспринимают время так, как это делаем мы. Когда ты живешь больше тысячи лет, восприятие времени совсем другое. И даже на нашей планете, например, деревья, когда несколько лет назад меня познакомили с идеей того, что деревья обладают сознанием и могут читать наши мысли, я медитировал рядом с деревьями. Я буквально обнимал здоровый 250-летний дуб и медитировал рядом с ним. Мне требовалось полчаса, чтобы замедлиться настолько, чтобы установить связь с этим деревом, и дуб начинал показывать мне различные вещи, которые он видел в своей жизни. Люди думали, я с приветом, когда я делился этим с ними, но что было интересно, дерево жило в совершенно иной концепции времени, нежели мы. Как и насекомые. Насекомое живет две недели, и это совершенно другое восприятие времени, как и у животных. Говорят же, что один год жизни собаки равен семи годам жизни человека, так что различные существа в зависимости от их продолжительности жизни и места воспринимают время по-разному. Наша концепция времени весьма случайная, в отличие от инопланетной. Да, все верно. И потому официальной физике так трудно принять такие вещи, как путешествия во времени. И, очевидно, некоторые части этих уравнений были намеренно изъяты из наших учебников, чтобы эти физики все время оказывались в тупике. Да, когда я изучал инженерное дело, целые разделы математики в программе этого вуза упоминались, но при этом отвергались, как, например, мнимые числа, квадратный корень минус единицы. Теоретически мы имеем квадратный корень минус единицы, но он не может существовать, поскольку с точки зрения нашей математики это не имеет смысла. Но в реальности он существует, когда начинаешь работать с межпространственной физикой, а также, когда имеешь дело с математикой, которой пользуются инопланетяне. Рептилоиды говорили, что мы были генетически модифицированы, чтобы иметь 10 пальцев на руках и ногах, чтобы мы развили математику, основанную на 10, и таким образом никогда не стали более могущественными, чем контролирующие нас рептилии. У них в наличии 6 пальцев на руках и ногах, их математика основана на 12, и с этих позиций можно многое пересмотреть, что недоступно с позиций математики, основанной на 10. Вся Вселенная имеет геометрическую структуру, основанную на цифрах 3, 6, 9 и 12, о чем говорил и Тесла. Однажды вы также упоминали о возвращении вымерших животных с помощью скалярных технологий, и это по-настоящему пробудило мой интерес. Не могли бы вы подробнее остановиться на этом? Да, да, скалярная энергия и моноатомы. Я также познакомился с моноатомной подкормкой растений. В результате происходит их невероятный рост. Прямо сейчас в моей теплице томаты высотой 3,5 метра, и они плодоносят уже 2 месяца, и, может быть, будут плодоносить еще 3. Вкус помидоров просто невероятный. Сельдерей у нас метровый, а капуста с баскетбольный мяч. Все растет как на дрожжах. Мы-то привыкли к этому, но когда кто-нибудь впервые видит это, они сильно удивлены. Так что это имеет практическое применение. А что касается нашего здоровья, эти вещи можно принимать и вовнутрь. В прошлом я не рекомендовал алхимический ормус для употребления вовнутрь. Это вещество можно получить разными алхимическими способами. Если кому-то интересно, есть книга под названием «Ормус. Современная алхимия» Криса Эммонса. Раньше я только рекомендовал это в качестве подкормки растений. Полезные микроорганизмы могут поглощать это и производить полезные питательные вещества, ускоряя процесс ферментации. Но когда грянул ковид и различные инъекции, я читал лекции о биологическом оружии почти 16 лет и был знаком с этим. Затем различные виды радиации и химтрейлы, то есть такое количество угроз нашему здоровью, что эти моноатомы нужны нам в более высокой концентрации. Однако необходима осторожность при употреблении моноатомов вовнутрь. Они чрезвычайно регенеративны и обладают целебными свойствами. Они усиливают проводимость в теле и ускоряют регенерацию клеток. Но требуется осторожность, если перестараться и усилить проводимость слишком сильно и очень быстро, закончится тем, что вы будете манифестировать в своей жизни вещи, которые и не собирались. Мы все творим свою реальность, сознание творит реальность. Мы излучаем энергию, которая притягивает другие виды энергии, манифестируя вещи в нашей жизни. Мы делаем это как индивидуально, так и коллективно. И если суперпроводимость вашего тела, ДНК, мозга возрастет резко и быстро, а духовно вы будете к этому не готовы, любая промелькнувшая мысль, наполненная страхом, мгновенно манифестируется. Обычно у нас есть временной буфер, предотвращающий такое. Если вы хотите что-то манифестировать, вам нужно не раз подумать об этом, сфокусироваться, создать намерение. Требуется время. Мы не манифестируем все, что нам приходит в голову. И если вы искусственно ускоряете свою проводимость, не переусердствуйте. Также вам необходима духовная чистота, так что раньше я не советовал применять алхимический ормуз, но сегодня в небольшом количестве он нам нужен. Я согласен с этим, и вы упомянули регенерацию клеток, что имеет отношение к моему первоначальному вопросу о возвращении вымерших животных. Полагаю, происходит то, что у вас есть ДНК вымершего животного, и ормуз восстанавливает клетки. Это то, о чем идет речь? Да, это и другие вещи. Русский ученый, работавший с пирамидами, Александр Голот, он был офицером российской армии, изучал пирамиды, предполагается, для применения в военных целях. И он построил эту гигантскую пирамиду на основе Фи, сечения, высокая узкая пирамида, более 40 метров в высоту, недалеко от Москвы. Для ее построения он использовал стеклоболокно, дерево и клей. Если использовать металл, то можно нарушить энергетическую структуру. Пирамида – это антенна, улавливающая скалярную энергию космоса и Земли. Она передает ее в торсионные поля вокруг себя, а также создает двойную спираль вплоть до самого верха. И вокруг этой пирамиды было замечено много интересных явлений. Пирамида построена посреди огромного поля, и через какое-то время обратили внимание на то, что никогда раньше не встречали цветов, которые стали расти в этом поле вокруг пирамиды. Пригласили ботаников, и те обнаружили, что это были виды растений, считавшиеся вымершими на Земле уже 11 миллионов лет. Древние доисторические цветы вдруг стали расти вокруг пирамиды. По теории голода, пирамида каким-то образом обнаруживала генетические паттерны для этого цветка из того, что некоторые называют записями Акаши. Он назвал это квантовым полем. Он и другие высказывают теорию. Все, что когда-то существовало, продолжает существовать. В энергетическом поле сознания, и в зависимости от того, как мы смотрим на реальность, мы можем встретить или нет многочисленные реальности и привнести в нашу такие вещи. И это один из способов, как моноатомы и скалярная энергия могут вернуть вымершие виды. Вокруг той пирамиды они также замечали вымершие виды насекомых. Академия. Это исключение. И есть еще один из видов. И еще один из видов. И еще один из видов. И еще один из видов.